Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти в комнату диагностики куратора или учителя Александра. Я здесь. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Александра. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Сандро. Сандро. Сандро, вы куратор или учитель? Я друг. Друзья ж только у ангелов. И что? Хорошо. Нет, ничего. Отлично. Хорошо. Значит, друг. Уважаемый Сандро, Александр записал 10 вопросов. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили его чистку, согласно его просьбе. Вытащили всех интерферентов. Раз мы посмотрели ту ситуацию, я думаю, вы в курсе нашей чистки сегодня, которая проходила. Вытащили тех людей, которые его обижали столько лет и так далее. Вот. И эта рана, которая у нее на голове, в голове, мы как могли ее дали. Те необходимые энергии для его восстановления. Вот. И сейчас еще остались только 10 его вопросов, которые он хотел лично задать своему куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемый Сандро, ответить на эти вопросы? Я отвечу на все вопросы, на которые знаю ответы. Благодарю вас. Итак, первый вопрос я начинаю. Первый вопрос. Хочу узнать, кому я мешаю и кто тот человек, который угрожает мне и моей семье. Это обширный вопрос. Не касается личности и души человека. Но я немножко отвечу, что здесь замешаны деньги. Ничего личного, как вы говорите. Тебе нужно быть внимательнее и смотреть по сторонам. За столько лет нельзя быть таким. Я бы сказал простым. Нужно активировать твое внимание и злость. У тебя за спиной люди, которые любят тебя. Присмотрись внимательно, что творится у тебя под носом. Теперь я закончу. Благодарю вас, Сандро. Второй вопрос. Эта ситуация связана с работой или это личная неприязнь? И что именно? Чего личного я уже ответил. Понятно. Это связано с работой. С заказами. Именно там. И присмотрись. Да, мы уже эту тему сегодня обсудили. Мы нашли этого человека, который распределяет эти заказы в той сфере, где он работает. И он мешает этим людям. И они пытаются его сместить, чтобы поставить туда своего человека. И мы эту ситуацию уже, в принципе, раскрыли. Он просто не знал эти вопросы, написал. Я полагаю, что они его больше всего беспокоят. Я бы хотел объяснить, что значит «посмотри себе под нос». Обрати внимание, как живут служащие твоего уровня. Проанализируй то место, где ты работаешь. Ты можешь спокойно вычислить и увидеть, что там творится. Я закончил. Благодарю вас. Я вижу, вам немного трудно слова подбирать, да, на нашем языке. Дело в том, что я отвечаю за вопросы души. А все препятствия, которые встречаются на пути, вы должны проходить сами и решать их. Я лишь даю подсказки. Все верно. Благодарю вас, уважаемая Сандра. И потом у нас третий вопрос. Какая именно ситуация послужила началом для организации трех нападений на меня и поджогов двух машин? Один из проектов. Еще раз говорю, ты должен проанализировать сам. Это очень просто. Вспомни самое начало и откуда это началось. Ситуация тебя не касается лично. Есть человек, которого хотят видеть на твоем месте. И я хотел добавить, поэтому угрозы идут о том, чтобы ты покинул именно место пребывания без всяких предложений. Замена найдена. Я закончила. Благодарю вас. Четвертый вопрос. В чем причина моей болезни инсульт? Какие выводы я должен сделать и что изменить? Нервы. Изменить ты можешь многое. Вплоть до того, что ты полностью можешь изменить свою жизнь. Подумать о других профессиях. Подумать о том, что важно тебе. Когда мы ему давали потоки энергии, он пошла информация, что ему необходимо. Именно этого тебе не хватает. Твой нервный стресс сделал свое дело. Нервная система дала сбой. Физический биоробот, он уязвим больше, чем вы думаете. Это накопленный стресс. И соответствующая разрушающая сила этого стресса. Благодарю вас. Но с другой стороны, это дано, чтобы ты в эфире осмыслил свою жизнь. И подумал дальше, каким путем тебе идти. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Пятый вопрос. Откуда родом моя душа? Твоя душа ангельская. Но крылья мы не увидели при идентификации. Потому что не думаешь о душе. Очень правильное замечание. Благодарю вас. У него даже меркаба настолько тонка, что ее не видно. Он что, не помнит? Уплотните ее потом. А мы прямо сейчас ее уплотним. Не надо. С биороботом вместе. А, с биороботом вместе. Хорошо. Когда биоробот вернуть, сделаем. Хорошо. Мы закончили здесь? Я ответил на вопрос. Вы ответили на вопрос. Следующий вопрос. Уровень высшего я. Ну, у ангелов еще ангельский уровень. Десятый уровень высшего я. Седьмой ангельский уровень. Седьмой ангельский. Хорошо. Благодарю вас за эту информацию, уважаемый Сандра. Я перехожу к шестому вопросу. К вашему, с вашего разрешения. Пожалуйста. Шестой вопрос. Он его почему-то два раза написал. И два разных вопроса под номером шесть. Ну, ладно, так и оставим. Когда было мое предыдущее воплощение на Земле? Кем я был и какой опыт тогда получил? Давно было предыдущее воплощение. Может, страна, роль деятельности, чем занимался? Расскажу. Мне нужно смотреть. Тысячный год. Мексика. Шаман. Ух ты. Майя? Нет, это небольшое племя. Работа со стихиями. Хороший он опыт тогда получил? Выполнил программу? Программа была в том, что он защищал свое племя. Программу выполнил. Отлично. Благодарю вас. Можно переходить к следующему вопросу или вы хотели добавить что-то? Я лишь хочу сказать, что я взял не последнюю жизнь, а первую яркую из архива. Первую яркую, хорошо. Которая высветилась, я так хочу сказать. Хорошо. Бывают жизни яркие, бывают менее яркие. Если эту информацию к ней пришли. Она подсветилась, и я ее объяснил. Значит, это так и должно быть. Благодарю вас, уважаемый Сандра, за это объяснение. Можно дальше продолжать? Да. Хорошо. Опять вопрос. Каковы мои слабые стороны? Как мне их нужно проработать? Мягкость, твоя слабая сторона и упорство. Нет, неправильно. Упрямость. Ты идешь, так как ты это считаешь, правильным. Но если ты прислушаешься, обдумаешь, проанализируешь, то поймешь, что много чего дарит радость в жизни, кроме того, что ты сделал план. Ты идешь по плану, а план – это не всегда радость. Тебе нужно подумать, что приносит тебе радость и спокойствие. И пересмотреть отношения к советам со стороны. Это не значит, что ты должен так поступать. Это значит, ты должен принять и проанализировать обе стороны, взвесить. Учитывая все плюсы и минусы. Учитывая свое упрямство. Я закончу. Благодарю вас. Обычно в таких случаях все рекомендуют брать лист бумаги и написать все плюсы и все минусы. Если есть много вариантов решения проблемы, и тогда человек автоматически поймет. Так и в жизни можно сделать, что доставляет радость, что не доставляет, и найти правильное решение. Это помогает анализам. Конечно. А еще есть такой важный пункт – это начать замечать мелочи. Например, природа. Вот такие мелочи. Прекрасный совет. Да, это мой учитель Архангел Ханиил. В его молитве есть такие слова. Научи меня, как ребенка, видеть эти радости, которые меня окружают, и радоваться им. Все эти мелочи жизни. Человек, который идет по плану, не может это видеть. Поэтому мой первый совет – это принять, услышать другие мнения и проанализировать. И если ты сможешь проанализировать только потом, следующий совет будет обращать внимание на мелочи. Это будет расслаблять тебя и уводить от твоего правильного плана, к которому ты живешь. Очень красивый ответ, Сандра. Благодарю вас. Вопросов здесь больше нет. Я могу продолжать дальше? Да. Здесь он спрашивает. Я знаю, вы куратор на эту жизнь, но его интересует вопрос. Сколько земных воплощений у него было? Шесть. Благодарю вас. Предпоследний вопрос. Сколько кармических узлов я прошел и сколько еще предстоит пройти? Три предстоит пройти. Три прошел. Большую программу на себя взял. Благодарю вас. Десятый, последний вопрос. Что может наиболее эффективно помочь в восстановлении моего здоровья? Спокойная, радостная жизнь. Коротко и ясно. Сандра, скажите, мы сегодня проводили его лечение этими энергиями. Вы не могли бы посмотреть, будет ли у него улучшение на физическом плане после синхронизации, гармонизации с биороботом? Только если он будет их визуализировать и работать над собой. Ключевое слово. Я же вам говорю, и даже его мирка бы невидима. Сандра, мы закончили. Если вы хотели сейчас от себя лично что-то ему сказать или добавить, это был бы самый лучший момент. А раз уж мы здесь, я бы хотел активировать ангельские энергии. Конечно. Они помогут ему проснуться и выздороветь. Но без его участия ничего не происходит, как вы понимаете. Если будет работать над собой, конечно. Напиши, Вера. Он крыльями так как машет, ну, снизу. Снизу, да, наверх, да. И у Александра внутри такими белыми струйками просыпается энергия по всему телу, как змейками такими проходит. И стержень активируется. Отлично. Он этой энергией может и себя лечить, и других. Все что угодно, если он будет. Если он ее поймет и найдет. Она уже в нем. Она растекается по голове везде у него. Замечательно. Готово. Он наполнен энергией. А дальше дело за ним. Безусловно. Он ей будет пользоваться. Уважаемая Сандра, благодарю вас сердечно за эту встречу. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору и каждому учителю, который приходит сюда, были здесь уже со всех миров. Мы всем дарим определенный подарок. Даже первородные души их брали. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами на земле. Один, два, три. И мы хотим спросить у Сандра, можем ли мы передать ему этот скромный подарок для него, для его друзей. Знак нашей сегодняшней встречи. И знак благодарности от Александра, Веры и меня. Я очень люблю подарки и с удовольствием приму эту шикарную корзину. Благодарю. Мой лучший подарок, тем не менее, будет, если Александр начнет прислушиваться к себе и расправлять свои крылья. Он наполнен ангельской энергией. Если он сможет работать с ней, она вылечит его. И давайте еще добавим, если он захочет, он может соединиться со своим куратором Сандра и спросить совета в какой-то жизненной ситуации. И он получит ответ от Сандра. Всегда пожалуйста. Пусть он знает об этой возможности, что он теперь может. В принципе, до этого мог. Вот, если он осознает все это, я думаю, дальше ваша встреча просто запрограммирована, Сандра. Чего я, в принципе, и желаю всем, кому мы помогаем. Мы закончили. Благодарим вас. Я благодарю за эту встречу. И желаю Александру скорейшего выздоровления, работы над собой и следующей встречи со мной. Все это он услышал. Ему предстоит теперь работа. Я уверен, все будет хорошо. Благодарим вас, Сандра. Всего наилучшего. Светлые энергии посылаем ангельскому миру. И до скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Сандра. Ой, Сандра. Александр, как вы себя чувствуете? Я немного растерян. Вы поняли, что сегодня здесь произошло? И куратор ваш пришел. Вы ангельская душа. Вы можете быть здоровым. Ну и ваших виновников мы тоже нашли. Я все полнил. Я наполнен энергией. Я их чувствую. Но мне надо переосмыслить многое. Этим вы будете на земле заниматься. Сейчас будем вас возвращать назад в ваш биоробот. И сразу приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Все энергии с тонкого плана, с тонких тел переходят на физический биоробот. Один, два, три. Пошла синхронизация. Энергия гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Готово. На счет три. Для структуризации энергии Земли и космоса. Активирую меркабу в его биополе. И укрепляю ее, уплотняю. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Пошла энергия. Да, готово. Хорошо. Отключаемся от Александра и переносись к его входной двери. Один, два, три. Ты стоишь перед дверью.